Всем привет! Вы на канале Mobile Style и сегодня будем сравнивать Samsung A71, который вышел в январе 2020 года, и A71, который вышел в марте 2020 года. Эти смартфоны были у меня уже на обзоре, ссылки оставлю в описании, а также сравнение, которые были с этими смартфонами. Продаются они в цветах черный, белый, голубой, а 72 в цветах белый, черный, голубой и фиолетовый. В версиях 6.128 оба эти смартфона, а также A71 есть версии 8.128, а A72 версии 8.256. Именно такая версия у меня, а A71 6.128. Цена в октябре 2021 года 31.990 российских рублей A71 и 37.990 A72. Смотрим, что в комплектах. В комплекте документы-скрепки, защитных пленок, защитных чехлов в комплекте нет. В A71 есть наушники, синие мембраны не отсюда, наушники обычные, самые простые. И также зарядные устройства на 25 ватт, абсолютно одинаковые в комплекте. Кстати, в A52, например, зарядка в комплекте на 15 ватт, а поддерживает он на 25. Комплект мне больше понравился в A71 за счет того, что здесь есть наушники. 71 будет всегда находиться с левой стороны, и он у меня в голубом цвете. Итак, спинки здесь пластиковые. Обратите внимание, матовая спинка в A72, глянцевая с ромбами в A71. Во-первых, спинка пластиковая. За период очень аккуратного использования появились вот такие вот царапины, при том, что царапины и точки, которые ничем не убрать, при том, что смартфон всегда носили в чехле. Блок камер более современный, более крупный в A72. В этом году вся линейка с таким блоком камер. Дальше слоты здесь в A72 слот комбинированный. Вы можете поставить две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. В A71 слот 2 плюс 1. Вы можете поставить сюда и две сим-карты, и добавить сюда карту памяти. Защита от царапин Gorilla Glass 3-го поколения и Gorilla Glass 5-го поколения. Сканер находится в дисплее, расположение немножко занижено, немножко больше занижено. В A72 расположение не очень удобное. В двух смартфонах вес смартфонов 179,203 грамма. Если мы будем сравнивать смартфоны, то удобнее в руке лежит 71-й. Как мы видим, спинка здесь более закругленная. Смартфон более тонкий и, несмотря на то, что по размеру они одинаковые, легче, удобнее лежит в руке 71-й. Если посмотрим на смартфоны с лица, то увидим, что рамки немножко меньше в A71. Особенно это заметно по нижней рамке. Очень странно, смартфон новее, но рамка здесь толще, чем в предыдущем 71-м. В A72 от воды и пыли по стандарту IP67. Можно погружать в пресную воду на глубину до 1 метра по времени до 30 минут. Во время звонка на A71 мы увидим в дисплее недалеко от фронтальной камеры зеленую точку. Это датчик приближения. В A72 такого уже нет. Дисплей здесь Super AMOLED с диагональю 6,7 дюймов без учетов закруглений. С учетом закруглений диагональ дисплея будет немножко меньше. Количество точек на дюйм 393 и 394 в A72. Оба дисплея очень красивые, сочные, насыщенные. В настройках я хочу вам показать, что плавность движения в A72 уже 90 Гц. Вот в чем разница. 60 Гц пролистывания будто бы рывками. 90 Гц пролистывания в полтора раза плавнее. В A71 60 Гц стандартно. Большинство смартфонов-конкурентов, если мы будем рассматривать компанию Xiaomi, поддерживают не 90 Гц, как A72, они поддерживают 120 Гц. Дальше, если мы будем рассматривать шим, это пульсация дисплея, которая больше видна на яркости ниже, то увидим, что у A71 коэффициент пульсации эталонный, глаза не будут уставать, здесь шим просто идеальный. A72 шим гораздо больше и люди с чувствительными глазами могут это ощущать. У кого-то появляется сухость в глазах, у кого-то раздражительность, у кого-то появляется боль головная и так далее. От A72 глаза у меня не болят, глаза у меня не чувствительные, больше гораздо у меня болели глаза от A52 до обновления. С обновлением немножко это убрали. Разницу, я думаю, вы видите. Достаточно распространенный вопрос по поводу DC-диминга. DC-диминга, то есть устранения мерцания в этих моделях нет. И вообще функция DC-диминга есть только на смартфонах Xiaomi. Раньше она была и в среднебюджетном, и в бюджетном, и во флагманском сегменте. В этом году среднебюджетный сегмент также убрали функцию DC-диминга. Есть только на флагманах, например, на Mi 11. Mi 11 Lite функцию DC-диминга смартфон уже не поддерживает. Зайдем в настройки, сведения о ПО. Оба смартфона на данный момент это последнее обновление One UI 3.1 и версия Android 11. Переходим к разблокировке. Смартфоны можно разблокировать по отпечатку пальцем. Добавлять можно 3 отпечатка. Не совсем хорошо это происходит на двух смартфонах. Конкуренты справляются гораздо быстрее. Делают смартфоны это медленнее между собой, по скорости примерно одинаковые. Также можно добавлять разблокировку по лицу. Давайте посмотрим, как смартфон будет меня узнавать и считывать. Также происходит примерно с одной скоростью. Вообще это не быстро. Это медленная разблокировка, что по лицу, то и по сканеру отпечатка пальца. Сравнивая между собой, нос в нос, лидера выявить не могу. Переходим к звуку. Звук в А71 звук здесь не стерео. Звук приятный, объемный, достаточно громкий. В А72 звук уже стерео. То есть звук исходит одновременно из двух источников, из двух динамиков. Слушаем А71. Стандартная мелодия на звонке в А72, более обновленная, более современная. По звуку я думаю, что вы слышали, что звук приятнее и объемнее все-таки в А72. Что касается разговорного динамика, здесь плюс уходит в сторону А71, потому что в А72 спустя какое-то время использования разговорный динамик начал у меня дребезжать на максимальной громкости. Тоже у меня было и с А52. У меня было два А52. Один из них дребезжал динамик спустя две недели использования. Во втором смартфоне динамик был хороший, но все равно проблема достаточно распространенная. Что касается датчика приближения, есть промахи. Периодически это бывает и в А71, но в А72 чаще хуже срабатывает датчик приближения. Во время разговора дисплей смартфона загорается и щекой можно нажать какую-то кнопку. Переходим к фронтальным камерам. В двух смартфонах это 32 мегапикселя, светосила 2 и 2. Кстати, можно включать 32 мегапикселя отдельно. 3х4, 32. Включаем это здесь. Есть широкий угол в двух смартфонах, по углу примерно одинаково. Есть также мультикадр, когда вы можете что-то фотографировать. И смартфон сам будет добавлять, улучшать эти кадры. Например, где-то добавят ускоренную съемку, где-то сделать кадр черно-белым, где-то сделать цветным. Работает как на фронтальной, так и на основной камере. Покажу пару примеров, чтобы было наглядно и понятно. Итак, первое, с чего начнем, это запись видео, разрешение. Здесь у нас Full HD 30 и 4K 30, здесь у нас Full HD 30 60 и 4K 30 кадров. Наглядно, давайте посмотрим. Съемка видео Full HD 30 кадров. По съемке видео абсолютно одинаково. Здесь одинаковые засветы, одинаковые по детализации, одинаково плавные кадры. Дальше Full HD 60 кадров без стабилизации снимает А72, Full HD 60 кадров снимать не умеет А71. И 4K 30 кадров одинаково снимают без стабилизации. По картинке, по цветопередаче, как на фото, так и на видео, здесь мы видим, что более натуральные оттенки на А71 и немножко более перенасыщены они на А72. По качеству видео абсолютно одинаковые, по качеству фото мне больше понравился А71. Кстати, сравнивая камеры А52-А72, А52 также выигрывает у А72 по качеству фотографий, по качеству съемки на фронтальную камеру. Если мы начинаем приближать, то здесь мы видим, что лучше отрисовка мелких предметов, более четкий кадр на А71. Ресницы на А72 более смыты, более размазаны. Я думаю, что хорошо видно, чуть позже покажу вам примеры фото. Фотографии вечером приближаем. Оба кадра получились шумные, но все-таки немножко лучше на А71. Поэтому по качеству фотографий плюс уходит в сторону А71. Переходим к основным камерам. Основные камеры модули 64 Мп, светосила 1,8. Кстати, обратите внимание, 64 Мп также включаются отдельно. Заходим 3х4, 64. Стандартно вы фотографируете в разрешении 16 Мп. Следующий модуль 12 Мп, светосила 2,2 – это широкий угол. 5 Мп, светосила 2,2 – макро. Здесь у нас светосила 2,4. И последний модуль 5 Мп, датчик глубины светосила 2,4. Здесь у нас 8 Мп, светосила 1,8. Итак, начинаем с зума. Максимальный зум в А71 восьмикратный. Здесь у нас трехкратный оптический, то есть без потери качества. И 30-ти кратный зум. Это у нас 1х, обычная фотография. 3х приближение, трехкратный зум. Здесь у нас оптический, здесь у нас уже цифровой. Мы видим, что более резкие, не хватает детализации, поэтому телефон делает предметы мелкие более резкими. Если мы приближаем, то видим, что уже колонны смыты и размазаны. Здесь у нас по детализации лучше, потому что фотография без потери качества. Дальше, следующий кадр у нас 8х. 8х все размыто, все смазано в А71. Это максимальный его зум. Здесь кадр вполне себе приятный. И 30-ти кратный зум. Смотрите, как хорошо справляется. Лучше, чем восьмикратный на А71. Примеры записи видео будем смотреть в темное время суток, так как днем кадры плюс-минус одинаковые. Это у нас Full HD 30 кадров. Full HD 30 кадров, как мы видим, картинка одинакова. Одинаковое количество шума, одинаково по детализации. Можно переключаться на широкий угол в А72 во время записи видео. Если это А71, выбирать угол съемки нужно до начала записи видео. На широкий угол видим, что света становится меньше. Full HD 60 кадров умеет снимать А72 и не умеет снимать А71. Это у нас 4К 30 кадров. Смотрим по качеству съемки. Кстати, у меня есть кусочек видео, где совсем плохо со стабилизацией. На А72 сейчас покажу. 4К 30 кадров. Здесь у нас какая-то проблема со стабилизацией. Стабилизация здесь электронная, и поэтому картинка трясется. Вообще вижу это впервые, потому что обычно 4К 30 кадров. А72 отрабатывал отлично. Если мы будем сравнивать по качеству съемки, здесь мы видим, что днем фотографии получаются во многих сценах абсолютно одинаковые. Даже если мы будем приближать по детализации, по свету все красиво, все аккуратно. Есть пару кадров, например, вот этот, где у нас, я снимаю в тени, позади дерева находится солнце. И здесь мы видим, что А71 не справился со сложными условиями. Здесь просто дал за свет, в то время как А72 вытянул свет. И здесь мы видим, что в более сложных условиях А72 справился лучше. Если это обычная какая-то съемка, то кадры получаются одинаковые. Смотрим фото вечером. Приближаем. Это режим ночь. Более смытые, более плавные картинки на А72. Больше шума, но более четкие на А71. Это также режим ночь. Приближаем. Видим, что больше шума на А71, но не на всех кадрах так. Также режим ночь. Приближаем. Видим, что А72 полностью все кирпичики смыл, размазал. А71 пытается вытянуть детализацию. Кирпичики здесь еще более-менее видно. Сложно здесь выявить лидера, потому что кадры получаются плюс-минус одинаковые. И здесь, наверное, здесь шума больше на А71. Также есть кадры, которые получились лучше на А71, чем на А72. Например, опять же в режиме ночь мы видим, что А72 дает полностью засветы, хотя источников света здесь немного. А71 справляется и делает картинку хорошей. Подводя итог по камере, ярко выраженного лидера сравниваете две модели нет. Но есть небольшие пункты, которые лучше в А72. Например, здесь лучше зума. Также здесь есть запись видео в Full HD 60 кадров, несмотря на то, что запись без стабилизации, то есть видео трясется. Субтитры сделал DimaTorzok Процессор здесь Snapdragon 730, здесь Snapdragon 720G. 8 ядер, 2 ядра по 2200, здесь 2 ядра по 2300 и 6 ядер по 1800. Если мы зайдем сразу в тест Antutu и посмотрим результаты, которые выдает нам синтетический тест, то увидим, что разница между показателями совершенно небольшая, разница всего в 12000 баллов. Если это ежедневное использование, гораздо приятнее и стабильнее в работе проявляет себя А71. Частый лаг в А72 во время записи видео в Full HD 60 кадров, розовая окантовка по периметру съемки. Также в ежедневном использовании периодически бывают лаги подтормаживания в А72. В А71 работа стабильная, четкая. И этот процессор идеально оптимизирован за процессор, плюс уходит в сторону А71. Дальше батарея. Батарея здесь 4500 и 5000 мАч, зарядка от комплектной 25-ваттной, от 15 до 100. А71 заряжается за час 15 минут и за час 13 минут заряжается А72. Если мы смотрим видео на максимальной яркости в YouTube в качестве 1080 при 60 Гц, смартфоны разряжаются со 100 до 95%. По батарее однозначно плюс уходит в сторону 72-го. Батареи этого смартфона хватает на один день активности чуть выше среднего. Если мы рассматриваем А72, средняя активность это 1,5-2 дня. Высокая активность это целые сутки. Батарея здесь очень-очень классная в А72. Итак, подводим итоги. Буду перечислять плюсы этих смартфонов, а потом расскажу, какой из них оставлю себе в семью, либо выберу какую-то другую модель. Итак, сильные стороны А71. Комплект. Здесь есть наушники в А72 нет. Цена дешевле. Разница в 6000 России не особо большая. Слот 2 плюс 1. Они комбинированы. Смартфон тоньше, легче, рамки чуть меньше и удобнее лежит в руке. Идеальный показатель по шим. Глаза от него не устают. Это, кстати, будет важно для людей с чувствительными глазами. Разговорный динамик приятный и четкий, без каких-либо дребезжаний, как в А72. Лучшее качество фото на фронтальную камеру и работа процессора стабильная, четкая и без лагов. Сильные стороны А72. Этот смартфон вышел на год позже. Более свежая модель. Следующий плюс это Gorilla Glass 5-го поколения, а не 3-го поколения царапин. Есть влагозащита по стандарту IP67. Есть 90 Гц, плавность движения анимации. Звук здесь стерео. Что касается основной камеры, здесь лучше зум, а также есть запись видео Full HD 60 кадров, как на основную, так и на фронтальную камеру, чего нет в А71. И здесь гораздо лучше батарея. Итог по этим смартфонам такой. В прошлом году разница между 51 и 71 была просто огромная. И вы понимали, что вы покупаете более премиальное устройство, доплатив за А71. В этом году разница между 52 и 72 практически стерлась. Разница между ними несущественная, разница между ними незначительная. И если вы все-таки хотите купить А72, я бы советовала либо не переплачивать и выбрать все-таки А71, либо все-таки доплатить и купить S20 FE. Рассматривая эти две модели, здесь конкретно вы доплачиваете за влагозащиту, за 90 Гц, за стереозвук. В остальном разница между этими моделями незначительная. Для себя, именно выбирая между этими двумя моделями, я решила, что А72 выбирать точно не буду, потому что этот смартфон дороговат. Лучше уже добавить и купить S20 FE. И А71 я бы с удовольствием оставила, но этот смартфон мне не подходит, так как через пару месяцев модели этой будет уже два года. А оставляя, например, А52, который я буду оставлять, я смогу его сравнить с выходом новых моделей А-серии, которая будет уже весной. И мне весной не придется покупать заново А52 для сравнения. Ну, а на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!